Здравствуйте, с вами Ирина Франк и я приветствую вас на этом уроке. Сегодня я вам покажу один из вариантов, как сохранить колорирование, для того, чтобы использовать его потом для других изображений. К примеру, у вас имеется серия изображений. Вы обработали одно из этих изображений и разработали его цветовой стиль, колористику. Так как вы обрабатываете серию изображений, то и остальные изображения должны быть идентичны по колористике первому изображению. У вас имеются различные варианты, как вы это можете сделать. Вы, например, можете создать экшен или сохранить слои, которые относятся к колористике, как Color Lookup таблицу. Кстати, если хотите больше узнать о Color Lookup таблицах, то пишите мне об этом в комментариях. Но это еще не все варианты. Вы также можете перетащить группу или слои, отвечающие за колористику, на другие изображения. К примеру, вот у нас полностью обработанное изображение. Есть группа Color, в которой содержатся все слои, относящиеся к колористике. Я просто беру эту группу Color и перетаскиваю ее на другое изображение. Отпускаю перо или кнопку мышки. И группа автоматически размещается на панели Layers. Таким образом, мы быстро добавили колористику к следующему изображению. Я удаляю эту группу, потому как я хочу показать вам другой способ, который не только быстрый, но и обладает другими плюсами, о которых я расскажу чуть позже. Итак, для этого метода мы будем использовать библиотеки Creative Cloud. Первым делом я открываю панель библиотек. Я иду в Window, Libraries. Открывается вот такая панель. Вверху панели у вас есть выпадающее меню. Здесь по умолчанию имеется уже готовая библиотека под названием My Library. Либо вы можете создать новую библиотеку, и она появится вот в этом списке. Я создам новую библиотеку и назову ее Color. Нажимаем создать. Все, что мне нужно сделать, это перетянуть группу со слоями по колористике на панель Libraries. Я перетягиваю и отпускаю. Наше колорирование было сохранено. Теперь мы переходим к другому изображению, где нужно добавить колорирование. Все, что нам нужно сделать, это перетащить сохраненный файл на новое изображение. Но тут есть один момент, который нужно учитывать. Если вы просто перетащите файл на изображение, то ничего не произойдет. Вот сейчас покажу, что я имею в виду. Я просто беру, перетаскиваю файл. Он добавился. И как вы видите, ничего не произошло. Давайте посмотрим, почему. Дело в том, что Photoshop создал нам Cloud объект. Этот Cloud объект работает аналогично Smart объекту. Если кликнуть на него два раза, открывается новый документ. И здесь мы видим нашу папку Colors со всеми слоями внутри. Естественно, мы видим пустое место, потому что эта папка состоит из корректирующих слоев. Итак, я удалю этот слой, он нам не нужен. Итак, я сейчас покажу, что нужно сделать, чтобы колорирование сразу применилось, а не создавался Cloud объект. Для этого всего лишь нужно удерживать клавишу Alt или Option нажатыми и перетащить опять-таки файл на новое изображение. Все. У нас добавляется при этом не Cloud объект, а сама папка со слоями. Как вы видите, метод очень быстрый. Сохранить какой-то файл достаточно просто. Перетащить его на панель Libraries. Применить то, что вы сохранили. Можно удерживая клавишу Alt или Option нажатый и перетащить. Все это секунды. Но есть еще и другие плюсы. Один из главных плюсов, как мне кажется, это то, что вы можете использовать это колорирование на любом другом компьютере. К примеру, я часто работаю в дороге. И я беру с собой лэптоп. И я на своем лэптопе могу использовать те же самые сохраненные файлы, потому что эти файлы сохраняются в Creative Cloud. То есть я могу сесть за любой компьютер, залогиниться под своим именем и получить мои библиотеки и работать с этими библиотеками на любом другом компьютере. Итак, помимо того, что это способ быстрый, он также имеет свои плюсы, потому что вам не нужно копировать файл. Допустим, вы создали экшн, чтобы перенести его на другой компьютер, вам его нужно скопировать на другой компьютер. Да, это недолго, но все же это занимает время. А может оказаться, что вы забыли скопировать просто, и вы находитесь где-то в другом месте, вам нужен ваш экшн, а его у вас нет, потому что он остался на другом компьютере. С библиотеками Creative Cloud все очень просто, и ваши файлы будут всегда под рукой. Кстати, в библиотеках вы можете сохранять как просто отдельный слой, так и группы слоев. На этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, мой урок был полезен. Не забудьте написать в комментариях, интересна ли вам тема Cala Lookup таблиц. И я прощаюсь с вами до следующей недели.